Всем привет! С вами снова я. Продолжаем говорить о настольных играх в работе учителя на уроках английского языка. Если кто видел, в группе я уже выложила материал по игре Monopoly и Story Cops. Очень интересные две игры. Сегодняшний день я потрачила на то, чтобы приготовить новую игру для своих учеников. Крестики и нолики. Я взяла обычную панель. С помощью скотча сделала разлиновку. Данное поле у меня для групповой работы. Я его сделала специально чуть больше, потому что буду использовать наборы карточек для игры. Для фишечек крестики и нолики я использовала крышечки от газированных напитков. И наклеила на них такие вот значки. Крестики и нолики. Сегодня я вам покажу несколько вариантов игры. Давайте начнем с самого первого, более простого и легкого для учащихся младших классов, либо учащихся пятого класса. Мы используем обычные флеш-карточки небольшого размера. Допустим, при изучении темы «Еда» раскладываем все карточки на клеточки игрового поля. Учащиеся по очереди, либо если вы играете команды, то команды по очереди делают ход, называют данные продукты по-английски. Допустим, команда крестиков «Ice Cream». Проверяем. Все верно. Ставим крестик. Ход ноликов «Chips». «Yes». Крестики продолжают. Допустим, «Sausage». «Sausage». «Yes». Команда ноликов нам предлагает, чтобы крестики не выиграли, выбирает слово «Milk». «Yes». Дальше. Крестики продолжают. «Apple». «Yes». Дальше. Допустим, нолики не знают, что это такое, забыли. Они могут сделать какой-то другой ход. Допустим, «Egg». Ну и крестики, соответственно, они знают, что это «Juice», «Orange Juice». И они выиграют. Это один вариант для закрепления лексики, изученной на уроке. Вариант, может быть, как с картинками, так с словами. Дальше. Следующий вариант для изучающих простое прошедшее время, либо perfect. Мы используем неправильные глаголы. Значит, суть аналогичная. Также раскладываем по клеточкам игрового поля. И задача игроков выбрать соответствующую карточку и назвать сие три формы. Например, «Be», «Wars» и «Been». Нам нужно начать смотреть «Have», «Head», «Head». And so on. Допустим, нолики, да? Продолжать. И затруднились. Например, «Give», «Gave» и «And». Не могут вспомнить, да? Крестики могут продолжить, допустим. «Given». И так далее. Так, следующий, второй вариант игры. Также с использованием карточек. Можно и правильные глаголы, и неправильные использовать. Ну, я, допустим, использую правильные глаголы. Также у них раскладываем. Так, учащиеся, кроме всего, что выбирают карточку, они еще кидают кубик с изображением смайлика. Утвердительное предложение, вопросительное предложение и отрицательное предложение. Время, естественно, выбираем то, которое изучалось на уроке, либо в качестве закрепления можно тоже использовать кубик, где будут еще и прописаны времена. Давайте возьмем самое простое, произнотимпл. Играют нолики. «Play». И кидают кубик, например. Вопросительное. «Do you play yesterday?» Ошибка, да? Они не зарабатывают. Команда соперников может исправить ошибку, либо если они сами нашли, то могут исправить. «Do you play football every day?» «Do you play football every day?» Дальше. Крестики. «Wash». Вот, вредительно. «She washes her face». Окончание, если не добавили, ошибка. Команда смертников также может исправить эту ошибку. И так далее. Ну, давайте. Допустим, отрицательный выбор. «Ask». «You don't ask me about it». Ну, такие простые примитивные предложения для учащихся среднего цена. Для постаршим там можно уже какие-то другие, уже там используют, например, косвенную речь уже, там с классованием времен и прочее. И последний вариант уже, здесь уже больше для старших классов, которые умеют порассуждать и посочинять. Мы используем карточки с вопросами. Вопросы такие непростые, да, требующие развернутого ответа. Вот так же мы проскладываем, чтобы не видели эти вопросы учащиеся. И выбираем. Давайте по порядку. «What would you do if there was a snake in your bedroom?» Ну, и внулики отвечают. Использую конструкцию, которая звучит в вопросе. «If there was a snake in my bedroom, I would run away». В крестике. «What would you do if you found money on the street?» «If I found money on the street, I would go shopping, for example». И так далее. Сутистно, да. Вот такую вот настольную игру я сегодня сделала для групповых занятий. Если мы работаем с тем классом, то игровое поле, соответственно, у меня переносится на доску. Можно просто нарисовать это поле. И для командных игр, конечно же, можно использовать, например, за каждой клеточкой спрятана какая-то тематика. Например, ребусы, загадки, пословицы, страновидение, грамматика, история, география и так далее. Здесь уже в виде викторины также можно использовать. Ну вот, на этом у меня все. Если было полезно мои варианты игр, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. На этом все. Если у кого-то есть еще другие варианты, предлагайте в комментарии. Пусть другие тоже пользуются. Ну и я, конечно, тоже возьму на вооружение. На этом все. Спасибо за внимание. До встречи!